Девушки отдыхают Сейчас в армейских играх свои профессиональные качества показывают военные из 10 стран. В будущем году, помимо команды из ЮАР, к ним присоединятся также представители армий Индии и Марокко. Власти индийского штата Керала борются с последствиями ливней и схода оползней. Уже организована эвакуация населения из наиболее пострадавших населенных пунктов, расположенных в низменной местности. Несколько десятков туристов оказались заблокированными в одном из поселков. Туда направлено армейское подразделение, которому поручена операция по спасению. Подчеркивается, что условия для оказания помощи осложнены непрекращающимися ливнями. Для ликвидации последствий затоплений власти штата намерены попросить помощи у правительства страны. Антикоррупционная кампания С говорящим называнием «Автомойка». Ее цель вернуть средства государственной корпорации «Петробрас», которая считается пострадавшей от коррупционных действий и сотрудничать с властями. «Петробрас» оказалась в центре скандала еще 4 года назад. Тогда выяснилось, что некоторые руководители получали 3% комиссионных от подписанных контрактов. Затем эти деньги использовались для подкупа чиновников. С начала операции «Автомойка» корпорация уже вернула 2,5 миллиарда бразильских реалов. Из них половина – это, собственно, последний единовременный платеж – 1 миллиард реалов, то есть 270 миллионов долларов. 27 квадратных километров за 10 лет С такой скоростью, по расчетам китайских ученых, будет изменяться состав почв на севере страны, если динамика потепления климата не будет остановлена. По данным агентства Синьхуа в Синьцзянском институте экологии и географии при Академии наук Китая, исследовали пространственные временные особенности эвопотранспирации, то есть суммарного испарения влаги из почв в песках на севере Китая. При этом было задано условие, демонстрирующее процесс глобального потепления – постоянное повышение температуры воздуха на 1,5 и 2 градуса по Цельсию. В результате установлено, что пустыня будет наступать со скоростью 27 квадратных километров за 10 лет. Исследование ученых ляжет в основу проектов по борьбе с опустыниванием земель. Во вторник, 14 августа, на главной площади Анадыря начнутся съемки музыкального клипа на музыку гимна Восточного экономического форума. Принять участие в нем могут жители Чукотки, достаточно только иметь национальный костюм одного из народов, населяющих Россию. Задача клипа гимна – показать удивительную красоту природы полуострова, трудолюбие и радушие людей, населяющих этот суровый край. Свою часть клипа будут снимать в каждом из регионов Дальневосточного федерального округа, а продемонстрируют его уже во время Восточного экономического форума, когда, собственно, зазвучит его гимн. Субтитры создавал DimaTorzok